Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Это видео по игре Nightcrow. Вышло новое обновление. Давайте вместе посмотрим, что же это за такое дивное обновление у нас в игре. Итак, в событиях вот здесь 7-дневный ивент. Заходим и получаем награду. Немножко бабла получим, баночки на опыт получим. Сундук с сундуками, которые имеют внутри камни для заточки. Камни отделки, точнее сказать. Все очень максимально скромно. Такая вот минимальная награда за то, что вы играете в эту игру бесплатно. Если вы играете в эту игру платно и вы донатите, то для вас открывается вот такое вот событие. И здесь есть сундук с часиками на разные данжи. 8 мешочков, каждый по 70 тысяч. Так, шестеренки, это для крафта ваших крылышек. Так, колбочки для того, чтобы зелье делать. И вот эти вот камни, чтобы заточки делать. И последние две награды. Это для магии. Вот здесь оно будет все это использоваться. Чтобы данное событие у вас работало, нужно купить билетик. Вот такой вот. Он продается вот в этом паке. Стоит всего лишь 20 долларов. Вот данный билет. Что еще здесь новое? Я не знаю, наверное, там где вот вкладка New. Это все новое. А, кстати, кстати, обратите внимание, вот здесь можно купить бесплатно. Хорошо, что я сюда зашел. Здесь у нас баночки на опыт. И сундуки с заточками. И это все стоит очень дешево. И это, наверное, продается еженедельно. Извиняюсь, там мелкий шрифт такой. Там написано ежедневно. Мы это будем покупать. Я вот в донатный магазин захожу редко. И что я вижу? Здесь, кажется, еще и пропуск новый появился. Вот данный пропуск был боевой. А вот этот пропуск появился. Он повышает дропы золота. Повышает ПВЕ меткость и ПВЕ защиту. Стоит данный пропуск, как и прошлый пропуск, 20 долларов. Все. В магазине больше ничего вроде бы не поменялось. Как было, так и осталось. Также еще есть три новых события. События, за которые мы сможем получать заточки на броню. Здесь нужно создавать предметы. Побеждать монстр на арене. И покупать расходники или зелье. Если мы здесь все выполним, то получим сундук, где тоже можно взять и точки. Берем, конечно, точки на бижу. Следующее событие. Здесь мы сможем взять немножко ресурсов, немножко денег и немножко монеток гильдии. Да-да-да. Это монетки гильдии. Лучшая награда 150 тысяч. В прошлый раз я открывал. Мне, наверное, там по 500, по 300 давало. Короче, даже тысячу не давало. Но, если мы здесь все выполним, получим 5 вот таких вот весов. Это нам нужно для создания вот такого вот амулета. Амулет на урон. Или амулеты для танка. Или амулеты для хила. Когда мы его сделаем, мы его вставим вот сюда. Называется самоцвет. И последнее здесь событие. Нужно разобрать шмотки. Нужно шмотки усилить, заточить. И нужно сделать отделку. Отделка это мы вот на вещи накидываем такие вот камешки. И когда мы здесь все выполним, мы за это и получим вот такие вот камешки на оружие. Обратите внимание, если вы это получите, то они как бы временные. Как бы их нужно все же использовать до определенной даты. То, что касается подземелья. Ивент в руинах закончился. Теперь у нас ивент в землях процветания. Дропы на марионы, как я понимаю, здесь не меняются. Но вот и дроп на золото повышается. Помимо дропа, который здесь указывается, как я понимаю, в период ивента, здесь еще будет дополнительный какой-то мешок падать, в котором будет еще больше зото. В игре появляется святой грааль. Он начинает падать с монстров выше 36 левела. Как видим, его можно, по идее, где угодно выбить, но чтобы монстры, чтобы локация была ниже, чем 36 левела. При помощи этого грааля можно вот такую броню делать. И для чего нам такая броня? Ее можно добавлять в коллекцию. Вот в событиях появляется новая коллекция. Здесь есть аж 4 коллекции. Коллекция на опыт, на золото, на становление хп и мп. Защита, снижение урона, меткость, базовый урон. Выбиваем кубки, делаем такую броню, затачиваем, добавляем коллекцию и получаем эти бонусы. Но бонусы не навсегда, а всего лишь на 2 месяца. Но все равно, первый бонус на опыт 10% я бы, конечно, от него бы не отказался. Да и бонус на меткость с уроном я бы тоже не отказался от его. Для создания одной шмотки нам нужно 5 граалей и 10 осколкового металла. Безопасной заточки нету, ломается даже на плюс 1. Поэтому некоторые коллекции там, где нужно плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, это будет сложно. Но коллекцию там, допустим, где на плюс 0 и на плюс 1, я думаю, это реально. Эти шмотки, как я понимаю, продавать нельзя, они привязанные, это печально. А вот сами кубки продавать можно, уже в продаже есть по 400. Но это просто обновление было буквально 10 минут назад. Нет, где-то уже полчаса прошло. Вот уже кое-кто их уже выпил и вот уже начинает их продавать. Ну это, конечно, космическая цена. Я думаю, на завтрашний день цена сильно-сильно упадет. В ивентах тоже появляется один новый такой типа пропуск. Будем получать сундуки с амулетами. Это бесплатно. Платно будем получать заточки на эти артефакты, на эти амулеты. Стоит, конечно, это всё 1200. Итак, заточка, весы. Так, понятно, понятно, понятно. Ну, так. То, что бесплатно, как обычно, полная мелочь. Весы бесплатно мы не получим, только вот если мы купим данный пропуск за алмазы. Весов мало, резцов мало. Какой-то бедненький пропуск. Он мне не нравится. Я бы не хотел бы его покупать. На этом, ребята, всё. Вроде бы ничего не упустил. Если что-то упустил, то пишите в комментариях. Данное видео можно поддержать и финансово, и можно просто подписаться, поставить лайк. Это бесплатно. Вам не сложно, а мне приятно. Всё. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok